Поддержали и вернули в первую инстанцию. Защитники автостоянки «Волна», что на улице Кишиневской, добились отмены решения Приморского суда. Последний отказал Одесситу в иске якобы из-за истекших сроков давности. Подробности расскажет Игорь Хмурый. Утро в Одесском апелляционном административном суде началось с пикета. Собравшиеся требовали отменить определение первой инстанции, которая рассматривает земельный спор. Борьба за полгектара самой дорогой земли жиломассива Котовский длится 10 лет. С тех пор, как горсовет распилил участок под стоянкой на 15 кусков и бесплатно раздал их физлица. Позже стало ясно, вместо частных домов друзья мэрии хотят воткнуть здесь очередную высотку. Эта стоянка была выделена воинам-афганцам, ветеранам войны, которые до сих пор здесь ставят свои машины. Наша задача нашей громадской организации вернуть эти все участки, которые были выделены под нашей стоянкой, в собственность города. И на основании этого платить редную плату за землю. Землю деребанили тремя блоками, по пять участков в каждом. Первую пятерку активисты отбили еще в прошлом году. Со вторым куском возникли проблемы. В Приморском суде посчитали, что истец обязан был мониторить сайт мэрии сутки напролет, чтобы не пропустить спорное решение и сроки его обжалования. Юрист стоянки доказал обратное. Хотелось бы значить, что решение о полном обследовании Одесской мэрии, это так же загальновидомый факт, выкладывается на сайте Верховной Рады, в Верховной Раде, вы видите, Мэрии, с 2013 года. В итоге коллегия судей поддержала истца, согласившись, что официально он узнал о нарушении своих прав лишь в апреле прошлого года. Юрий Бельченко пояснил, по сути, Приморский суд мог лишить всех членов стоянки возможности судиться с мэрией. За 10 лет борьбы люди успели создать общественную организацию. Ее глава говорит, залог их нынешнего успеха в сплоченности и настойчивости. Мы уже видим на примере решения судей, что не все можно решить по звонку, то есть судьи принимают законные решения. Эти законные решения складываются как бы в кирпичик, за кирпичиками получается правовое государство, к чему мы идем. Подробности многолетней борьбы одесситов за нашу землю против нашей мэрии смотрите в нашем эфире. Но что скажет самый гуманный суд Приморского района защитникам стоянки, мы поведаем уже очень скоро. Игорь Хмур и Алексей Пережилин, Седьмой канал.